Было много, в особенности в третьем периоде, как мы понимаем, в особенности в исполнении Баржас. Сжимают руки друг другу игроку. Собственно, на это все. А и вот, собственно, моменты, которые мы с вами наблюдали в течение всех трех периодов. Хорошие броски в исполнении игроков как Астана, так и Баржас. И тот самый бросок, который привел к открытым счетам в рамках этого матча. И там ошибка случилась, как мы понимаем, после которой Абзал Алибек сумел добить все-таки шайбу ворот соперников и вывести свою команду вперед. Был и неаккуратно, не совсем аккуратно играл. Локтями, клюшками, все как это обычно и бывает. И, соответственно, хватало и удалений двухминутных. Но, несмотря на все это, конечно, матч получился довольно зрелищным. Матч получился довольно зрелищным. И, соответственно, в рамках второго тура нам будет на что посмотреть. Это очевидно. Здесь, в городе Нур-Султан. Проходить. Так же, как и будет проходить стадия плей-офф с 8 сентября, о чем я вам уже упоминал, друзья. Ну и, соответственно, мы с вами будем с нетерпением ждать эту стадию плей-офф. Несколько раз нам показывают моменты с нарушениями правил с обеих сторон. Грубой игрой. Ну, как мы понимаем, какие подобные игры – это нормально. Ну и, соответственно, результативность матча, конечно, не на самом высоком уровне была сегодня. Но три шайбы мы с вами наблюдали, друзья. И на этом наше противостояние подошло к концу. Оставайтесь вместе с нами. Ну, а я с вами прощаюсь. Для вас работали уже Азбайгусынов и Алишер Утамбаев. Всего хорошего. Спасибо.